всем привет дорогие друзья всем привет ну что воскресный день у нас выходной но мы решили провести выходной прямо полезным делом да да немножко подождем у нас есть минут десять всем привет привет готовьтесь готовьтесь что мы сейчас будем готовить устаю настоящего аджику наверное ножка протру камеру что такое такое привет привет всем привет дорогие друзья вот с вами все со всеми здоровая цена ж усатый полосатый да да сейчас пойдем готовить вкусную аджику присоединяемся пойдем еще симбочкой поздороваемся вон он вон он у нас вот кто-то спрашивал его где вот она девочка привет моя красавица тут у нас ребята волонтеры работают симпа симпа своей позе симпа ну что веселиться ребенок вы видели вот такого вот он держит попочку играет вот он кувыркается специально для вас симуля мочу там свои колокольчики на показ ну-ка спрячь их спрятался спрятался дурачок спрятался спрятался папе синок да смотри 40 человек смотрят симпуль а симба несмотря на то что маленько у нас прохладненько но симба со своей шубкой готов к нашим уральским осенним погодкам а там мелко доча ай-яй-яй ай-яй ай-яй ну что симулька до так что друзья буквально еще чуть-чуть уже зайдем в помещение мы решили воскресном репортаже показать наших наших всех постоянно ждать и мой мальчик да ты красавчик скажи там козочки мама до что друзья смотрите пока у нас сегодня строители отдыхают завтра реконструкцию посмотрите что сделали с позачки ремонтировать но полюбовались а теперь друзья хотел всем делать сюрприз цветочки наши еще живые а теперь знакомьтесь с новой киевской привет маша посмотрите на эту красоту посмотрите новая настояльница нашего приюта да привет привет ушастая кистастая я показываю эфир будет записи да обязательно потому что многие просили особенно наши зарубежные друзья которые с другого континента из америки у них сейчас ночь они спят но рецепт таджики им очень нужен потому что живя даже далекой канаде или в америке им хочется кушать что-то родное именно джику который сегодня мы все вместе с вами сделаем просто очень простой доступны но самое главное вкусный и полезный рецепт и блюдо да это маша марусях да вот она красотуля она охотится на дочь у да дочь у смотрите тут и моя кусочка какие вот посмотрите кисточки да как мужиками играем раз два три 4 5 история этого физки я потом вам расскажу я сделаю ролик как она у нас оказалось наигрались наигрались люди купили себе дорогую игрушку но не рассчитывали дай собачка я тебе потрогаю да дай собачка я тебе потрогаю дай ну дай пожалуйста вот такая киска ничего на живет такая киска ничего нас идет да все кошки прекрасно все свои изюминка своя красота это каракао кто не знает все собачушки меня сейчас докурим мы сигаретку привет пушистики одеваться риски носики закрыли шуткой у нас очень добрая очень доблая ходит горшочек он сказать сколько на пищево на пищево красавица да 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 на пищево все поела надо убраться скази у меня да сейчас юлечка придет и уберет за тобой хвостик смотрите какой хвостик что у марыси уберешь у марыски все поела да юлечка поздоровай сидят верный эфир сейчас идем готовить аджику вот посмотрите как она любит наших волонтеров и девочки все у нас хорошие добрые до от них исходит только доброта вот так она дает себе гладится до до ушастая вот смотрите как у меня хвостик как у собачки лев это не лев это каракал то раньше называли рысими рыськами это каракалка маруси у нас марыси это рыся а это маруся мы не так называли она уже с такой кличкой приехала к нам такие упустили первые владельцы которые наигрались этой дорогой игрушкой долго забросил ее в офисе никому там не было нужно смотрите шадринск ваш домик подарочек отличие номер один города шадринск пригодилась для нашей новой постояльницы вот она вы видели когда приезжали сюда нашу кишку она полюбила это гонит да ладно не ругайся тети она так разговаривает да ты моя моя куколка мама говори мало мало где тут старому остолу привет у нас сегодня работают волонтеры приехали студенты помогают свой выход на день все не знаю там надо просто с ребят и все друзья мы идем уже помещение где полным ходом идет заготовка я там установлю камеру и мы начинаем самое вкусное и интересное что здравствуйте здравствуйте работники общепита у нас идет прямой эфир так ну что вот эта красота скоро будет перемешана так что мы соль соль специи отдельно все об этом будем говорить медведя соль понятно начали николаевна расскажите за про заготовки вот что за зелень что за сегодня в приюте акция идет красивая сна мероприятие вкусная острая лучшая гучая какие еще прилагательные еще при в общем самое то главное будет тогда когда все будет сделано и мы тогда скажем жгучая то ли не жгучая если у нас глаза будут на своем месте значит все нормально ну а если нет значит сильно жгучая значит здесь очень красивый болгарский перец острый перец жареные орехи грецкие до жареные грецкие орехи чесночок здесь есть и здесь зелень посмотрите какая красота вот эта зелень вся пойдет именно в аджику посмотрите это все нужно специи очень и хмели-сунели кориандр и все что необходимо это будет очень и очень вкусно поэтому мы сами ждем того момента когда можем попробовать попробовать мы будем все вместе сегодня нам помогает лев артурович лёв поздоровайся ученик первого класса дашь первоклашка первоклашка сегодня он в полном таком обмундировании сказал что он все будет делать сегодня а мы будем только помогать ему за лёва сегодня даже успел дедушка сходить на выборы да сходил ты на выборы за кого ты голосовал ну-ка нет а татьяна подсказывает да наша вся команда голосовала за партию зеленый альтернатива мы не стесняемся этого вот ну а дальше дальше уже начинаем вкусняшки тут у нас папарацци работает это кристина помаши нашим подписчикам больше пятидесяти пяти человек смотрят эфир ну что друзья если кто хочет возьмите ручки бумажки запишите примерные пропорции нашего сегодняшнего аджики аджика это называется сыраем как обычно эту аджику готовят на кавказе в абхазии в грузии в армении на 200 грамм перца но мы сегодня выбрали и острый перец и сладкий перец красным только красный идет нашу аджику так как у нас большинство не любитель супер острова аджики хотя в основном это делается из перца прямо стручкового вот этого острова но мы здесь немножко уйдем от принятых обычаи традиции мы побольше сделаем сладкого перца что всем было приятно и вкусно потому что особенно левушку нас тоже любит аджику с мясом так что вот это надо как бы нам немножко нарушить дальше на 200 грамм у нас идут фактически на 2 килограмма перца идут 800 грамм орехов грецких вот орехи этого года урожая мы их немножко поджарили почему поджарили потому что это аджика хранится долго поджаристых орехах нету никакой плесени очень часто попадается там плесень который очень вредны для здоровья для сохранности блюда чтобы он не испортился вот этот как раз идет жареные орехи чуть-чуть мы их поджарить поджарили чтоб ушла влага ну и само собой немножко вкус меняется лучшую сторону дальше у нас идет шеснок 400 грамм чеснока то есть два килограмма перца 800 грамм орехов 400 грамм чеснока почистили девочки чеснок ну и дальше зелень зелень мы здесь берем только базилик хотелось бы еще за хотелось еще базилика зеленого но не нашли в челябинском не машине нашли не купили поэтому только кинза у нас сегодня будет и зелени а если у вас есть возможность что добавить туда чуть-чуть зеленого базилика пожалуйста это муки добавить а так 200 грамм именно нас кинзы дальше у нас идет соль соли мы возьмем 160 грамм крупного помола то есть не вот этого мелкого крупного вот потом мы берем молотый кориандр вот он так выглядит его надо 40 грамм 40 грамм кориандра молотого берем уцхо сумели уцхо сумели его 80 грамм уцхо сумели 80 грамм а где у нас еще этот хмели сумели когда покупали вот этот уцхо сумели и хмели сумели это разные специи на хмели сумели было этикетка уцхо сумели так как таджики продавали вот этот продавец гитму извините помощник мой таджик он ну сумели прочитала то что уцхо из хмели это разные вещи он не понял вот я сейчас покажу у нас еще хмели сумели должен быть такого чуть зеленоватого цвета вот и мы чуть-чуть добавим грамм где-то 20 грамм корицы нашу паджику корица молотая корица 20 грамм уцхо сумели 80 грамм хмели сумели 80 грамм так кориандр 40 грамм вот хмели сумели вот такой пойдет да вот и все это сейчас будет перемешано сейчас мои помощницы и помощники будут чистить перец надо отделить лёва нельзя так кушать перец тут уже первоклассник почистил и живет и обезьяничает хотя он лев так ну все девочки начинаете чистить надо почистить и помыть так друзья вот надо обязательно поджарить орехи чтоб и было вкусно и не было плесени и долго это все хранить так тут у нас немножко авария телефон вылетел из рук кто с ножом кто без на сейчас поставлю на подставку нужны руки мы сейчас потом надо помыть хорошо чтобы оттуда все эти какашки вышли я не люблю когда в аджике попадаются вот эти семечки не знаю мне не нравится это аджика фактически идет ко всем блюдам и к мясным и рыбным то есть можно всегда применять его куда хотите даже очень вкусно берешь кусок там хлеба мажешь сливочным маслом тонким слоем и тонким слоем эту аджику и съедаешь объедение пальчики оближешь вот наши девочки чистить даже без перчаток не боясь что скоро они будут чистить острый перец перец лучше чистить перчатках потому что бывает реакция иногда даже аллергическая а иногда забываешься и вот этими ручками с острым перцем ты трогаешь свои глазки и начинаешь плакать и плакать и плакать и плакать тоже полезно вот так сегодня не будем наоборот сегодня будем веселиться заодно буду рассказывать хорошие новости буквально на днях наверное все видели я повесил фотографию рюкзака с хэштегом символите домой многие не поняли кто-то подумал каска а это такой рюкзачок внутри которого лежали очень важные документы которые фактически делались у нас целый год друзья целый год острый перец его надо 2 ну вот порция здесь у нас на 2 килограмма давайте повторюсь 2 килограмма перца острые сладки без разницы в основном это острый перец идет если любители остроты если не очень любите острого то разбавьте болгарским сладким но самое главное аджика должна быть красная моем понимании до 2 до зеленая дико но мы как бы употребляем для моего окружения для меня всегда мы красного цвета для нас аджика дальше два килограмма перца 800 грамм ореха орехи грецкие ну если у вас есть фантазии хотите что-то еще и попробовать можно еще фундуком когда орехи вот эти лесные фундук можно вместо грецких орехов тоже очень интересный вкус получается но традиционно это у нас именно грецкие орехи орехи должны быть не горькие желательно свежего урожая и желательно поджаренные друзья поджались надо чтоб лишняя влага ушла и чтоб не было плесени это все рекомендации для здоровья потому что плесень это самое вредное что может быть для организма особенно любители когда своих выпечках добавляют орехи желательно все орехи чтоб там попадали в наши выпечки после термической обработки обжарки меняется вкус и польза два в одном дальше 400 грамм чеснока друзья эти все продукты очень полезны для нашего организма очень хорошо они стимулируют стимулируют нашу пищеварительную систему и желчегонные и сапогонные патогонные сейчас очень актуально впереди у нас переходный период осень и зима мы должны получать витамины концентрированном виде этого сделаем аджику это специальная смесь специй то есть мы можем его использовать фактически во всех блюдах вот очень сейчас сезон кстати перец мы сегодня купили среднем где-то 48 рублей килограмм вот представьте какая какая дешевизна в челябинске в оптовом рынке вот но последний день наверно вот такие цены вот дальше у нас идет зелень зелены но я предпочитаю именно кинзу можно использовать ну кто любит и укроп и петрушку но здесь в кавказской аджике сырая аджика без варки аджика еще называется потому что мы сегодня варить ничего не будем мы просто это все будем перемешивать через мясорубку 3-4 дня даем отстоять а дальше вот это вкусняшку идет прохладное место даже в холодильнике периодически на ужин на обед на завтрак мы можем его употреблять то есть 200 грамм зелени дальше пошел у нас соль соль желательно крупного помола где-то 160 грамм 40 грамм кориандра молотого вот он с друзья кориандр молотый вот очень интересный такой запах у кориандра дай понюхаю дай понюхаю чаем пахнет какие так левушка у нас запахами дегустирует чем пахнет кориандр сказал чаем так дальше у нас идет уцхо сунели но если вы не найдете у себя в супермаркетах или в городе уцхо сунели то можете обойтись только хмели сунели вот он вот так выглядит такой известная марка русский аппетит выпускает очень пахнет перец и чуть-чуть мы добавляем секрет восточный это корица молотая его буквально чуть-чуть это специи фактически 40 грамм кориандра 80 грамм уцхо сунели сумели так 80 грамм хмели сумели да это на полкило на 2 килограмма перца на 2 килограмма перца вот и всего лишь 20 грамм корицы корицу чуть-чуть фактически это полезное блюдо сельдерей да по желанию но у нас сельдерей не заходит в этот рецепт у нас сегодня только перчики вот кстати вот эти все остатки попки семенами не выбрасывается у нас у нас безотходное производство это все уйдет нашим птицам они с удовольствием это все клюют даже несмотря на острые вот эти перчики это очень полезно ну что лёва дела идут покажи улыбайся у тебя такая такой след бороды от красного перца эти вот такой помощник вот первоклашным попробовал сегодня с одной да а если у нас оказался острым скажи я же вижу какой острый какой нет да пива да какой у нас острый и какой болгарский покажи какой острый а какой болгарский сладкий так ну что друзья вы можете писать в комментарии пока у нас идет очистка подготовка нашего перца он ли николаем у нас фактически уже все свою эту миссию выполнила до острый до острый только в перчатках вот так идет заготовка кто-то стучится хочет присоединиться ли у лю 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 хочет к нам присоединиться интересно что он хочет приглашаем да друзья очень полезно очень вкусное блюдо один из древнейших блюд на кавказе и один из секретов долгожительства именно вот эти натуральные специи всю зиму дают вкус и окраску наших блюд а когда вкусно кушаешь получаешь удовольствие особенно женщины дорога к сердцу мужчинам идет через желудок бог три напишет люблю армянскую кухню так кто-то тут пишет через да через мясорубку будем крутить друзья сейчас будем крутить пока до лёвушку у нас будет сегодня у него такая крутильщиком главный у нас сегодня будет все через мясорубку по очереди будет да даже дети присоединятся будут готовить вот поэтому можно если много детей но острого детям нельзя можно делать и сладкого перца так лёва отдай не менее тострая давай калининка лайн вот это все ну ладно лёвушка старается чистить помощник такой видите маленький сколько соли соли надо всего сто шестьдесят грамм на два килограмма перца а дорога к сердцу мужчины идет через аджику тоже да тоже правильно принимаем принимаем эту версию надо сейчас этот обвинитель как мы включим этот мясорубку попросил папу обвинитель лёва чека лёва у нас занят он чистит лёва сегодня главный у нас на кухне а всё что теперь закончилось что закончилось там вот это надо убрать лёва лёва вот это надо унести что кто-то отдал птичкам птичкам ну где птицы птицы там где птицы помнишь где орлы хищники орлы нельзя а то обязательно мы сохраним дорогие друзья можно взять полностью делать из острого перца можно делать из сладкого перца ну в моем понимании аджика всегда должна быть острая если есть какие-то ограничения то можно именно делать со сладкими порциями а остальное там то есть мы недавно мы варили икру баклажановую так как у нас лёвушка любит икру для него сделали не острое а для нас мы сделали острую вот эту баклажановую икру а здесь тоже самое то есть без разницы какого перца вы берёте мы говорим о пропорциях на два килограмма перца сколько уходит на два килограмма перца кто-то острого кто-то сладкого мы сделали каким образом буквально на два килограмма ну наверное процентов 30 у нас остро идёт а остальное 70 это сладкий перец так для начала для начала мы спустим через мясорубку наверно что наверно мы сделаем зелень ну что я пойду подключусь к нашему процессу процессу не надо просто руки помыть ай 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 а у вас тут нет ещё Лёва говори что мы сейчас будем делать говори тебя смотрят в прямом эфире а чё мы сделаем ну ты встал что будем делать что мы будем делать всем привет мы сначала будем молоть что это что это пинзу а куда ну и а Спасибо. 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 Здравствуйте, а помидоры не нужны? Нет, без помидора. Это аджика без помидора, друзья. Запах обалденный. Рецепт напишем в описании, тогда будем сохранять. Рецепт напишем в описании. 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 Ну, пока у нас из них поедется порт-попон пенец. А, че ли? Ага. А когда чили? В конце. Можете сейчас переместить. Венят. Что там застрял? Что? Верезустрял. Так, опять у нас застрял. У нас тут просто дореволюционный этот. Старый аппарат. Но она надежная. Взвоняем. Кто-то хочет. Звонить. У нас включили. Все мы готовы. Так, включаем. Так, музыка, скорой. Ти-и-и. Ти-и-и, пошли на голову. Ти-и-и. Ти-и. 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 Да. Ти-и. киснока, пензи, эфир будет с ситрой, да, да, постараемся делать с ситрой. Друзья, поделитесь с ситрой, что присяги на взрослого народа. Друзья, поделитесь с ситрой. Друзья, поделитесь с ситрой. А что ты, как попался сахар и пестакал обрабатывал? Ага, ага. Нет. Но, может, не надо. Поплотите на ноги. Водилки. Помните, что есть? Помните. Помните, что есть? Помните. Помните. Не забывайте. У меня тоже. Реально. Помните. Играет музыка. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok А смело прямо. А смело. А смело. А не ешь. Только сейчас у тебя руки острые. Ладно, острые будут. Не надо. Да, плохо слышно из-за аппарата, поэтому я молчу, пока наблюдаем. Вот такая бадья у нас получилась. А надо банки для готовить. Так, Лёва, отойди. Надо мешать очень медленно. Уйди, уйди. Дай тёте Тане большую ложку. Лёва, всё. Твоя миссия закончена, ты всё молодец. Ты будешь попробовать. Иди бабушке, скажи, чтобы баньки подготовила. Да, маленькие баночки. Так, а приправа у нас куда была? Сейчас мы начнём. Надо ложки разные принести. Цвета красивые. А какой аромат непередаваемый. Как говорит Лёва, мы сейчас все ингредиенты переженим. Переженим? Переженим. Идёт переженивание всех составляющих нашего аджики. Давайте повторим, что сюда у нас. Давай, Таня, повтори, что у нас тут. Так, кто-то уже слюной захлёбывается. У нас в составе 2 килограмма болгарского перца. Аджика у нас красная. Перец идёт красный. Потом у нас идёт на 2 килограмма красного болгарского перца. 800 грамм орехов грецких. Орехи нужно пережарить, так как они не дали никакой грибок, не брожение. Что там ещё? Какое свойство у грецкого ореха? Всё самое главное, что плесени не было. И влаги там не было. То плесени и влаги не было. Так как это свежий урожай горький. Иногда попадаются горькие орехи. Повторяем. На 2 килограмма болгарского перца 400 грамм чеснока очищенного. 200 грамм кинзы. Можно добавить зелёного базилика у кого есть. 160 грамм соли. 40 грамм кориандра. Уцхусунели. И кориандр. Молотый. И корица. Восточная у нас. Корица, она полезна для сосуда. Она даёт пряный аромат. Ну, на любителях кому нравится. Всё, баночки пошли в ход. Есть хмени сунели, есть уцхусунели. Мы добавляем и то, и другое. Ну, время добавлять. Приправы. Да, друзья, готовьте, готовьте. Потом поделитесь. Главную миссию мы доверим Карену, Вачигану. Да, в океану. Юля, ты отпустила процесс. То есть, приправить. Он чисто натуральный. Есть, конечно, ажика. Я вам доверяю. Так, сейчас добавляем соль. Соль. Лея Николаевна, пойдёмте, добавите соль. Самый главный. Да. Значит, столовая ложка. Помним, что эту отжигу едят даже дети. Столовой ложки 25 грамм. Нам надо 160 грамм. Считаем. Сколько в столовой ложки? 25 грамм. О, мне кажется, 160 грамм. Шесть ложек. Шесть ложек. Давайте четыремя обойдёмся. Надо солёную, чтобы не портилось. Два. Да, вот такой без горки. Три. Эх, не видите, как клёво накладывает. Соль. Четыре. Считай. Ты же первоклассник, умеешь считать. Пять. 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 Я знаю. Шесть. Он меня уже читал. Шесть. Дальше. Добавляем кориандр. Подожди, подожди, подожди. Кориандр. Надо 40 грамм. Не слишком солёный? Лёва, он должен, чтобы не испортился. Я думаю, испортится, не успеет. Так. Это у нас кориандр. Добавляем. Успеет закатать. Икра будет съедена. Подожди. И два. Сколько надо? Постепенно. Вообще-то три-четыре дня. Ты почему без перчатки? Остается вам? На две сутки она уже всё, самое настоящее. Ну, должна же она всё. А даже делаешь огонёк, пробуешь нормально, а постоит он уже совсем другой. Что за Уцхо-сунели? Уцхо-сунели. Ау, Уцхо. А вот загуглите, увидите. Ну, пахнет, как хмели-сунели. Ага. Уцхо-сунели. Ну, вот такая. Это перевод с таджикского. Сказала по секрету. Это без перевода. Это без перевода. Так. Ещё пачку оттуда вносите. А здесь всё. Вот здесь вот. Хмели-сунели пошёл. Так, перемешиваем аккуратно. Нет, Лёва, не по верху, а чтобы полностью всё до дна. Лёва, возьми, возьми. Вот так. Лёва, зайди, пожалуйста. Пишем по часовой стрелке. По часовой стрелке. А это сделано с любовью. А это что сделано с любовью? Заряжено. Здоровье. Эй, сам здоровье делай. Всё нужно мешать по часовой стрелке. Это главный секрет. Да. Каша-малаша получилась. Как? Каша-малаша получилась. Каша-малаша, Геннадий, получилась. Так, вот это сейчас. Боялись, Фенели. Тут у нас. Самая нужная, моя права. Спасибо. Ну, что, Вачаган? Ты присылал меня за банками. Там много продукции. Так. И в кармах. По часовой стрелке. По часовой. По часовой. По часовой. Часики у нас ходят. Кориандр. Ой. Корица. 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 И здесь ещё мы добавляем корицу. Всё. Необычно. А так она полезна для сосудов. Очень полезна. Лёв, ребят, чтобы не было однородной массы. Всё, Лёва. Отдавай, пускай, что-то она помешает. Всё. Отойди. И вот такого цвета у нас получилось. Это семейный рецепт? Да. Проверенный. Годами. Самое главное, что варить ничего не надо. Про молотный пушал. Банки закатывали. Холодный рецепт. На сутки. На 24 часа? Да. Через 24 часа. То есть через сутки готов к употреблению. Ну, вообще-то трое суток настоится. Да. Лучше пусть настоится. Попробовать-то лучше? Попробовать можно, но... Кто раз попробует? Лёва сказал. Прямо сейчас, да? А запах даже через интернет передаётся. Ням-ням. У нас 3D-эффект. Эфир. Да, количество способностей с сахаром крови. Всё правильно. В другие города. Да, посмотрите, с Канадой вышло. Привет, Канада. Так, кто будем пробовать? Да-да, пробуем. Где моя большая лошка? Подожди. Остро? Остро. Надо с маслом. По хлеб, масло и капелюшку помазать и поесть. Остро? Остро. Эх, тебе перчик-то попался. Орежки. Не-не, я с маслом буду. Орежки. Я тоже с маслом пробую. Мужики. Вкуснятина-то такая. А что это масло? Алисовое? Как вы терпитесь, чтобы она стояла 3 дня. Орежки. Это тазик сегодня. Это не там. Так, чуть-чуть. Ничего. Неправильно. Замес пошел. Замес. Интенсивный. Замес. И параллели чуть-чуть. Ладно, никто не видел. Да, не видно. У меня 6 утра. Вот в Канаде 6 утра. Люди проснулись. Уже доброе утро, Канада. Ложи на месте, друзья. Здесь слезотечения не вызывают. Ни острый перец, который молишь, не чесно. Ребенок сказал объединение. Все хорошо. Что, разойдется еще? Острая полезная. А давай аккуратно какую-нибудь баночку насыпаем и покажем, как это будет выглядеть с баночки. Прозрачная баночка. Вот это все начали мы час назад и закончили. То есть вот час уйдет на приготовленную минуту. Все, хватит, хватит сейчас. Крышка. Дома надо делать на камеру. Так выглядит наша аджика. Там и зеленая, и красная, и паста. А есть баялды по-долокеановски. Баялды, я не знаю, что такое насыщение. Баклажаны? Ну, мы сделаем баклажановую икру. Я бы все это дал. Давай мы укрим, армянская кухня. А потом голубцы. Я бы все это в банку. Далму. С виноградных листьев у нас, друзья, многие просили. А можно масло добавлять? Ну, это, понимаете, можете масло оливковое добавить. Мне кажется, было бы. Ну, то уксус добавляют. Давай сам. Не, ну давай с помощью. Давай я буду держать. Поменяем ролями. Совместно с детьми готовить одно удовольствие. Особенно с мужчиной. Он вообще повар растет, да? Да. Мила. Повар еще милой. И будет врачом. Врачом повар? Сказала бабушка. И поваром. 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 И поваром. Да, он будет врачом, но он будет готовить сам для себя, да? И для своих близких. У нас уже повар есть. Больных тоже будешь готовить. А значит... А, ты врач? Лёва, если мы в твоем окружении, значит, мы будем сыты. Медик. Медик. Какой больше? Специальность. Поразубный. Стоматолог. Молодец, отличная профессия. Да. А ты больше зарабатываешь. А, да, стоматологи больше зарабатываешь? Поразуботическом. Да. Своевременно все. Ну, недавно был. А, у стоматолога? У стоматолога, да, Лёва? Помню твой поход в детстве. В самом раннем это было. Смешно. Ну, что вы не докладываете? Сказали до конца, не докладываете. Нет, чуть-чуть. Ну, ладно. Как раз по вот этому. Ну, мы довозим все. По чутким руководствам. А точно по всем банкам сегодня? Аккуратно. Ты аккуратно докладывай. Ты что? Помогу. Что-то у пола руки не стало места. Не размазывай по банке-то. Молодец, молодец. Хорошо у тебя получается. Мы в банке сегодня уйдут с нашими гостями. Доложим сейчас, доложим. Через пару суток, желательно. Очень простой рецепт. Сумму не считали? Копейки. Самый дорогой интеллигент – это у нас орехи. Приправы доступные все. Да, все доступные, они все дешевые. Чтобы сверху по ванну не шло. Лёд, видишь, что идет поверх. Спектрой там пошел. И делаем, друзья, советские традиционные зимние заготовки. До сих пор в нашей семье осталось. Тем не менее, что купили кизи. 160 рублей на рынке. Я обожаю компот из кизи. Варенье не люблю, а вот компот обожаю. И купили еще инжир. Это инжир армянский. В далеком... Варенье? Варенье нет. Инжир свежий. Будем тушить свежий. Не ток. Прям очень сладкий, вкусный и полезный. А компот как из вишни делают? Просто... Ты затекла. Кислый вкус. Рука затекла. Мужчина должен терпеть. А что-то с наших грядок есть? В этот раз нет. В прошлом году был базилик. Очень вкусный армянский. Из армянских семян. Все эти годы. В этом году не получилось. Есть. Или еще? Есть. Одна. Добавим. Положки еще добавить. Добавим. Спасибо вам. И помоем, чтобы закрутить. Или можно влажное полотенце. Можно выбирать по капелу власти. Какой банк сейчас мерзнет? В Домелкой Канаде тоже на зиму баньки закат. Выкрываются. Вот так вот. Это правильно. Это сам своими руками. Капли химии. Это все экологически чистое. Надо доложить. Фиксатор у нас только. Вот специи и соль. Никаких там с буковкой Е. Ладость не ходит. То, что в магазинах продается. Это все на ту продукцию. Молодец. Люба, просто заберет все. А кто тебе отдаст все? Я вот тебе. Вот в чем вопрос. Надо сначала банки помыть. Надо почистить. Ты же так не аккуратно все туда насыпал. Он старался. Он старался. Ну, надо посчитать, сколько вышло-то у нас по граммам. Сколько у нас вышло? Давайте посчитаем. Это 850 грамм. 850 есть. Так, давайте посчитаем. Это вот это 350. Я уже делала, поэтому я знаю. 350. Подожди, спеши. Вы мне это слово разбили. Вот это 850. Это 0,05. Это 500, да? 350 плюс 350. Это 300. 300. Эти банки 270. 270. Это вот 270. А вот эта банка не знаю. У меня такой не было банки. Сейчас посмотрим. Я вот 530. 530. 530. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь банок, да? Да. 8 банок. Ну что, плюсуем? Давай, если мы включим кальпулятор. 850 плюс 350. Плюс 850. Снова, что ли? Нет, вот 830. Вот, а, 850. Плюс 570. Я пока не закрыла. 70. Плюс. Так, 700, 800. 8. Так, 3,5 килограмма вышло от 2 килограмма перца, друзья. То есть 3 кило 420 грамм получилась у нас вот эта порция. Если мы берем 2 килограмма перца, повторяюсь, аромат сумасшедший стоит прямо здесь у нас в этой комнате. Значит, на 2 килограмма перца, 800 грамм грецких орехов, 400 грамм чеснока, 200 грамм зелени, это у нас кинза, 160 грамм соли крупного помола, 40 грамм кориандр, 80 грамм уцхо сумели, 80 грамм хмели сумели и 20 грамм корицы. И получилась наша аджика. Она сейчас еще невкусная, это вкусная. Мы должны дать настояться в баночке больше сутки, от сутки до трех можно оставить. В холодильнике все через сутки приятного аппетита можем достать и как специи использовать. Можно и мариновать мясо, курицу, рыбу. Фактически это мы сделали такую, да, такую специи, набор специи из очень полезных и вкусных ингредиентов. Вот такой интересный день. Да, родственники из других стран приезжают и все посещаются. Ну, однозначно, однозначно. Я помню, когда у нас тут гостили иностранцы, они тоже с удовольствием ели не ресторанные там ужины и обеды, а вот именно домашнюю еду, которую мы на стол ставили, готовили своими руками. Вот так у нас уже идет фотосессия, а уже в двух барах, две банки куда-то исчезли. Сегодня кто участвовал в нашем вот этом кулинарном эфире, они все уйдут от нас по баночкой с собой, унесут. Потому что, да, остальное здесь у нас холодильники. Друзья, кто приезжает в гости, пожалуйста, с удовольствием с вами мы попробуем. Вот, ну, наверное, это нам очень мало. Мы еще сделаем одну такую большую порцию, потому что, ну, фактически у нас мы сегодня закупились хорошо. Вот, пока цены на овощи очень-очень дешевые. Вот, фактически даже по 30 рублей можно купить перец. Вот, ну, зато всю зиму мы вкусными пряностями, которые полезны для нашего здоровья. Чеснок, перец – это источник всех натуральных и хороших витаминов. Специи – кориандр, корица, хмели-сумели, уцхо-сумели – это все из набора трав, из сбора трав. Это все полезно, все полезно для пищеварения, для сосудов, натурально, ну, и для иммунитета. Сейчас очень актуально осень, все эти гриппозные вирусы, коронавирусы вокруг нас. Зато мы с нашей аджикой будем бить по этому коронавирусу. На кусочек хлеба с маслом помазали аджику раз в день. Сливочное, сливочное масло хорошее, настоящее. Помазали на кусочек белого хлеба, очень сочетается, и сверху аджику. Друзья, будет очень. Да-да-да, баньки-ножки опастили, это точно. Вот, и все съели, зато суточную дозу всех полезных витаминов получили. И вперед, вперед работать, жить и вести здоровый образ жизни. Вот такой был у нас сегодня прямой эфир, вкусный, полезный. Всем спасибо за терпение. Так мы провели сегодня выходной день. Давайте договоримся к следующим выходным. Мы сделаем прямой эфир и сделаем икру из баклажана. Баклажановую икру. Баклажаны пекутся прямо на огне, очищаются, и дальше уже все это перемешивается. Тоже очень вкусно. Всем спасибо. Всех люблю и обнимаю. И сегодня на канале, YouTube-канале Карен Новокян. Вечером, вечером, 9 часов, Москвы. Это будет 11, Челябинска. Я проведу прямой эфир, расскажу о последних новостях, о поездке в Москву неожиданной. И много чего интересного и нового. Так что, друзья, вечером вы можете присоединиться. Во сколько я сказал? В 11, Челябинска. Это будет... В 11, Челябинска. Это будет 9, Москвы. 21 по московскому времени на YouTube-канале Карен Новокян. Будет прямой эфир. Последние новости. О поездке, о поездке. 21.00 по Москве на канале, на YouTube-канале Карен Новокян. Приглашаю на прямой эфир. Всем пока. Этот эфир будет сохранен. И еще я поделюсь этим эфиром на YouTube-канале. Всем пока, пока, пока.